Всем привет! Продолжаю читать книгу Game Engine Black Book Wolfenstein 3D, автор Фабиэн Санглард. Ну и сегодня немного об оперативной памяти. Итак, оперативная память. Первые процессоры Intel x86 семейства были разработаны в 1976 году, в то время, когда память была дорогой, 8080 и 8086 имели 16-битные регистры с 20-битной адресной шиной, способной адресовать 1 мегабайт памяти. Сейчас трудно понять, насколько это было много, 1 мегабайт памяти в 70-е годы. Но в качестве примера можно привести Apple II и Commodore 64, и у них было 64 кБ оперативной памяти. И этого было достаточно, чтобы писать и запускать удивительные вещи. 16-разрядных регистров и 20-разрядной адресной шины было более чем достаточно, хотя программировать было сложновато, потому что требовалось объединение двух регистров для построения указателя. К 1986 году аппаратное обеспечение, понятное дело, стало дешевле, и Intel начала уходить от старой архитектуры к новой, и это 286 и 386 процессоры. Эти новые процессоры могли быть переведены в так называемый защищенный режим с 24-битной адресной шиной, что позволяло адресовать до 16 мегабайт защищенной оперативной памяти, плюс для защиты памяти имелся модуль управления памятью. Для работы в защищенном режиме 386 имел 32-битные регистры. Чтобы старые программы работали, оба процессора 286 и 386 можно было перевести в реальный режим, который повторял работу Intel 8080 и Intel 8086. То есть переключался на работу с 16-битными регистрами и с 20-битной адресной шиной, которая давала 1 мегабайт адресуемой оперативной памяти с сегментированной адресацией. Из-за причин совместимости все компьютеры начинали работать при старте в реальном режиме. Можно подумать, что с этого времени программисты 90-х быстро освоили эту возможность и начали переключаться то тут, то там на работу процессоров в защищенный режим. Это было модно и молодежно. Да и зачем требовалось работать на старом 20-летнем реальном режиме. Но не тут-то было. И основная причина это... Это операционная система MS-DOS от корпорации Microsoft. Итак, ограничения DOS. Корпорация Microsoft высоко ценила приложения, работающие на их операционных системах. Но в качестве бизнес-приоритета они были непреклонны и не хотели ничего делать с новой системой. Очень много программ было написано в 80-е годы. В годы реального режима. И из-за этого DOS 5.0, которая релизнулась в июне 1991 года, осталась прежней в плане архитектуры. И как результат, все ее системные вызовы и прочая подкапотная реализация работала только в реальном режиме. И была несовместима с защищенным режимом. И это создало определенные проблемы. По факту, операционные системы поставлялись с каждым проданным компьютером. Но, эта операционная система мешала программистам использовать полную мощь компьютера. Разработчики вынуждены были игнорировать все возможности процессора 1992 года. И использовать его как простой, как просто очень быстрый процессор Intel 8086 1976 года. Программисты были ограничены вот под таким вот характеристикам. АЛУ, арифметическое и логическое устройство, 16-битных регистров и ограничения в 1 МБ адресуемой памяти. Кстати, годом ранее, в 1991 году, студент Хельсинского университета, начал работать в свое удовольствие над операционной системой. Это было его хобби, и так сказать, ничего особенного. Которая, в отличие от DOS, могла использовать процессор в защищенном режиме. И использовать преимущества защищенной памяти и 32-битных регистров. Это станет худшим кошмаром Microsoft. Итак, ребятки, как зовут этого студента? Правильно, Торвальд Линус. Он начал работу над тем, что станет известно всему миру, как операционная система Linux. Итак, вернемся к нашему печальному реальному режиму с ограничением в 1 МБ адресуемой памяти. С недоступностью защищенного режима программисты 1991 года были словно в 1976 году. Совершенно не важно, сколько было установлено оперативной памяти в компьютере. Доступен был только 1 МБ. Я вам скажу больше. Адресация должна была осуществляться не с помощью доступных 32-битных регистров, а путем объединения двух 16-битных регистров. Один был сегментом, второй был смещением. И от этого и пошло название. 16-битное сегментированное программирование. Расположение адресов памяти выглядело вот так вот. Смотрим на экран. Ну, тут вы видите, да, таблицы векторов прерываний. Дальше идут данные BIOS. Дальше там с 00500 до 005FF. Интерпретатор командной строки плюс системный файл DOS. Содержит драйверы устройств код первичной настройки DOS. Дальше от 00600 до 9FFFF доступное пространство для программ. В лучшем случае это было 620 кБ. Ну и последняя строчка, это UMA, верхняя память, 384 кБ. Резервируется для постоянного записывающего устройства BIOS и для операции ввода-вывода видео и звуковых карт. Как вы увидели, что от изначального 1 мегабайта памяти для программ остается примерно 620 кБ. Например, во Франции людям приходилось грузить kbfr.sysdriver, чтобы клавиши клавиатуры AZRT были правильно сопоставлены. Драйвер потреблял колоссальные 5 кБ обычной памяти. AZRT – это раскладка клавиатуры, используемая как основная во Франции и Бельгии, и как альтернативная в Швейцарии, Люксембурге, Монако и других странах, где распространен французский язык. На этой раскладке некоторые положения на клавиатуре букв отличаются от привыкшей нам QWERTY клавиатуры. Идем дальше. С 20-битной адресной шиной и регистрами, которые были слишком маленькими, чтобы содержать весь адрес, Intel пришлось придумать систему адресации. Их решение состояло в том, чтобы объединить два 16-битных регистра, один из которых обозначал сегмент, а другой – смещение внутри этого сегмента. Смотрим на экран. Есть два вида указателей – ближний и дальний. Ближний указатель имеет 16-бит и считается быстрым, потому что его можно использовать как есть. Дальний указатель может получить доступ к чему угодно и позволяет переход в любом месте, но он медленнее. Так как 16-битный сегментный регистр должен быть сдвинут влево на 4 бита и объединен с другим 16-битным регистром смещением, чтобы сформировать 20-битный адрес. Это в принципе может звучать и не так уж и страшно, но на практике такая сегментированная адресация приводит ко многим проблемам. Наименьшая проблема связана с языком, поскольку C был изобретен на машине с плоской моделью памяти. Его пришлось дополнить производителями компиляторов для ПК. Так, в языке появились ключевые слова near и far. Lip C также отличался. Malak возвращал ближний указатель и поэтому может выделять только до 64-х килобайт. Чтобы получить больше 64-х килобайт, необходим Far Malak. Far Malak, короче. Более серьезная проблема заключалась в том, что два указателя, ссылающиеся на один и тот же адрес, могут не пройти тест на равенство. В этой модели 1 мегабайт оперативной памяти делился на 65 536 параграфов указателей сегмента. Параграф имеет размер 16 байт. Но смещение может достигать 65 536 байт, что приводит к многочисленным перекрытиям. Это можно объяснить на следующих примерах. Итак, смотрите на экран. Вы видите определение трех указателей. А, Б и С. А, Б и С все указывают на одну и ту же ячейку памяти. Теперь смотрим дальше на экран. И как вы могли заметить, А, Б и С указывают на одну и ту же ячейку памяти. Однако они не пройдут вот этот вот тест. На экран будут выведены нули. В этой системе арифметика указателей также должна быть тщательно рассмотрена. Приращение дальнего указателя увеличивает только смещение, а не сегмент. Если вы повторяете итерацию по массиву размером больше 64 килобайт, то в конечном итоге вернетесь с начала массива, вы могли бы конечно же использовать еще один тип указателя, int звездочка, обычный указатель на int, чтобы заставить арифметику указателей работать за пределами 64 килобайт. Но на самом деле не все так просто. Теперь немного поговорим о расширенной памяти. Как мы уже знаем, 20-битная адресная шина в реальном режиме ограничивает адресную оперативную память до 1 мегабайта. Компьютеры 1992 года были оснащены большим количеством памяти. Как правило, 2 мегабайта и даже иногда 4 мегабайта для самых удачливых или богатых владельцев. Эта память, расположенная за пределами адресуемого пространства, называется расширенной памятью. Чтобы к ней получить доступ, нужно было установить специализированные драйвера. Расширенный доступ к памяти не был стандартизирован. Пользователи могли загрузить любой из драйверов, поставляемый с DOS. Один из них Expanded Memory Specification EMS и файл EMM386.exe, а второй Extanded Memory Specification XMS и файл HMM.sys. Или же пользователи понятия не имели о том, что им нужно установить драйвер для того, чтобы можно было использовать память больше чем 1 мегабайт. И при этом варианте были проблемы. Многие клиенты не могли понять, почему, несмотря на установку чрезвычайно дорогих мегабайт оперативной памяти на свою машину, игра, которую они только что купили, отказывалась запускаться, утверждая, что недостаточно памяти. ID Software пришлось поставлять со своей игрой объяснение всей этой магии. Кстати, по поводу дороговизны оперативной памяти. Например, в 1991 году 4 мегабайта оперативной памяти стоило 149 долларов. Если перевести эти доллары на 2017 год, то получится 256 долларов. Итак, идем дальше. Поговорим немного об этих двух драйверах. Эти два драйвера имели схожие API, но совершенно разную архитектуру. Итак, смотрим на экран. Итак, XMS API, то есть Extended Memory Specification. Драйвер XMS работает как malloc e-free от libc, является наиболее интуитивно понятным для программиста. Он позволяет манипулировать данными в неадресуемой расширенной памяти. С помощью таких операций, как выделение, освобождение, перераспределение и перемещение. Ключевым аспектом XMS является то, что память должна быть скопирована между расширенной и обычной оперативной памятью. Теперь немного о EMS API. EMS это Expanded Memory Specification. Драйвер EMS открывает окно за пределами адресуемой оперативной памяти. Идея вращается вокруг отображения памяти. Драйвер позволяет управлять четырьмя блоками по 16 килобайт, которые называются страницами, через область размером 64 килобайта, называемой frame страниц. По запросу к драйверу, страницу можно заменить во фрейме страниц. Ничего не копируя. EMS был в несколько раз быстрее, чем XMS. Эти соображения скорости значительно повлияло на управление памятью Wolfenstein 3D. Ну и несколько цитат о 8086 архитектуре. X86 это архитектура, которую трудно объяснить и невозможно полюбить. Дэвид Паттерсон и Джон Хеннесси. Звучит странно, но Intel создала ее, Microsoft написала, а DOS выросла на этом всем. Экл Джордан. И последнее, программный яд. Так ее назвал Стив Борис. 640 килобайт это все, что было доступно для исполняемого кода игр. Но люди, пишущие компиляторы, стали умнее. Strike Commander, знаменитая аркадная игра, выпущенная в 1993 году, это аж целых 745 килобайт. И игра явно не помещается в обычную память. Хитрость заключается в том, чтобы использовать технику оверлейных страниц. Когда при запуске игры загружается только несколько оверлеев. Когда ЦП, центральный процессор, при выполнении инструкции приближается к концу оверлея, специальные инструкции, специально вставленные компилятором, загружают следующие оверлеи с жесткого диска и устанавливают инструкцию Jump для центрального процессора. Для аналогии можно представить такой пример. Есть поезд и рельсы, количество которых ограничено. А на поезде есть специальный кран, который по ходу движения поезда перед ним укладывает рельсы, а там где он проехал, убирает их и укладывает дальше перед этим поездом. По состоянию на 2017 год, спустя более 35 лет после выпуска 8086, для обратной совместимости все персональные компьютеры в мире по-прежнему запускаются в реальном режиме. Вот так вот, братцы. Но загрузчик переключает их в защищенный режим, загружает ядро, после чего может начаться фактический запуск. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Не забываем, что очень важны ваши лайки, репосты, оформления, может быть спонсорской подписки и все такое. В общем, все помогает то, что продвигает это видео. Соответственно, у меня остается мотивация, и я ищу новые темы и ролики, и создаю ролики для вас. А теперь точно все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok